Нас периодически упрекают, что наши видео с рекомендациями все время запаздывают. Закончилась жара и вышел ролик о полиге. Уже вовсю цветут розы, а мы только о форзиции сподобились рассказать. В общем, мы согласны, ложка хороша к обеду. Но, как вы понимаете, не только у вас, но и у нас в этот момент горячая пора. И мы разрываемся между каналом и весенними, осенними или летними работами. Второе, конечно, перевешивает. Поэтому весь июль мы занимаемся только каналом. И снимаем, так сказать, впрок. А вывешиваем их уже по актуальности. И сегодня наш сюжет посвящен первому снегу и срокам укрытия. Как только первые снежинки упали на землю, наши телефоны звонят. Не умолкают и разрываются от вопросов. Ну что, пора? Уже укрываем. Первый снег всегда тает. Всегда. Не важно, выпал ли он сантиметровым или полуметровым слоем. Он обязательно растает. И если ваши растения еще не полностью подготовлены к земле, то не надо бросать все свои дела и мчаться на дачу, чтобы срочно укрыть все растения. Насладитесь этим прекрасным зрелищем. Поиграйте в снежки. Посмотрите, как снег прекрасен на бересклетии, рябине и других растениях. Когда еще будет такая возможность? Ведь следующий снегопад будет, в лучшем случае, через 2-3 недели. А по тенденции последних лет, возможно, и через 2-3 месяца. Не бойтесь, ваши растения не замерзнут. Но если только вы не сажали финиковые пальмы, а на грядках не выращивали бананы и кактусы, земля еще теплая. Поэтому снег обязательно растает. У вас еще есть время на подготовку. Есть время заказать лапник и купить укрывной материал. Есть время посмотреть наши сюжеты, посвященные укрытию и укрывному материалу. Оптимальным периодом для укрытия считается время, когда за окном установится стабильный минус. И днем будет около минус 5-7. На этом все. До скорых встреч. Подписывайтесь на канал, оставляйте комментарии. Но помните, зима близко.